Открытая студия Открытая студия Да, действительно, все ключевые события отрасли, так или иначе, в этом году посвящены юбилею, и на самом деле, что касается именно отрасли, Риф — это как раз то место, где за эти несколько дней все представители отрасли и медиабизнеса в том числе могут обсудить насущные проблемы, поделиться текущими трендами, зарядиться энергией, чтобы творить, собственно, дальше свой бизнес. И это не только история про бизнес, но и история про технологии. Это, можно сказать, целый фестиваль технологий в одном месте. И, что важно, на этой площадке собираются не только москвичи или жители Подмосковья. Риф проходит в Подмосковье, в пансионате Лесной Дали. Но это такое всероссийское огромное явление, когда приезжают все-все-все, в том числе самые маленькие регионы тоже собираются на Риф. Да, кстати, далеко не первый год уже проходит Риф. Риф, много ли людей, которые не просто разбираются в интернете в российских регионах, а которые готовы приехать, сами что-то рассказать и продемонстрировать какие-то свои знания? Да, конечно. Я, в принципе, могу сказать, что понятно, что города-миллионники обычно это флагманские спикеры. И могу сказать, что Риф проходит не только в Подмосковье, но и в других городах. И активно, естественно, регионы принимают участие и стараются быть в тренде. То есть сейчас мы все вот такая одна большая интернет-семья. И как раз Риф — это та площадка, где ежегодно эта интернет-семья собирается. Ну, а Московская область все-таки где-то в лидерах, наверное, должна быть? Да, я более того скажу, наверное, на примере вот Подмосковье 360, они очень технологичные ребята. И более того, Московская область не просто вещает о локальных проблемах Московской области. Да, Московская область посвящает достаточно большое внимание федеральному контенту. Сейчас вообще, в принципе, это тренд, что локальные СМИ пишут и федеральный контент для того, чтобы расширить, да, и количество посетителей у себя на сайте, да, и быть, в принципе, таким точкой входа для своего региона по повестке и мировой, и всероссийской. Вот, поэтому, ну, Московская область всегда тоже впереди планеты всей. Ну, мы тоже на радио один весьма технологичные. Мы вот не только с вами звук записываем, мы еще и картинку на нас можно посмотреть, как мы прекрасно выглядим. Музей, расскажите, пожалуйста, каково это вот сейчас в нашей стране, в нашем регионе уходить в интернет? То есть заниматься делом с вами в интернете, насколько это сложно? Какие главные ключевые моменты, тренды обозначить? Касательно сложности данного вопроса, действительно сложно, нельзя сказать, насколько это сложно по сравнению с чем, точно нельзя определить, но этот вопрос сложный. Ну, скажем, если мы говорим о традиционных СМИ, вот есть газеты, есть... Да, я немножечко включусь в разговоры, да, Музей представляет News.ru. Для нас, как для отрасли, было вот последние полтора года очень интересно, что это вообще заявление News.ru, потому что считается, что стартап и вообще медиабизнес сегодня это дело достаточно неблагодарное и во многом неприбыльное, и как раз коллеги вышли на рынок и смогли показать, что за относительно короткий период можно быть и цитируемыми, да, и можно вот ворваться и показать, да, вот есть еще один источник информации. Мне кажется, вот это интересно. Так вот как? Согласна. Потому что это, собственно, то, я как ведущая секции на РИФе, то, о чем я хочу, я так в преддверии чуть-чуть, чтобы немножечко было интереснее, анонсирую то, что я хотела бы спросить Музей, как эксперт. Да, не выдавая корпоративных, внутрикорпоративных тайных, тем не менее. Мы, говорить о сложности, нужно всегда говорить о сравнении с чем, правильно? В данной ситуации мы входили в рынок, который уже давно занят топовыми СМИ, и, естественно, мы не ставили больших амбиций, где-то в глубине души, естественно, мы планировали прибиваться в лидеры, а изначально не ставили таких целей, нужно было пойти в этот рынок. И мы не можем сказать сложно по сравнению с чем-то, потому что мы быстро начали расти, залог успеха есть, формула успеха понятна. Но, как сказать, если бы у нас было несколько... В сравнении бизнеса вообще три года это вот такой пассивный срок, то есть обычно три года это только старт, да, а тут ребята вот за год... Да, и поэтому нам не с чем сравнить, сказать, что насколько это сложно или насколько это легко, для нас было сложно и легко. А ваш костяк, сколько вас человек? Сейчас штат наш. Ну вот когда, условно говоря, вы сели за круглый стул и решили, мы сделаем Ньюсру. Вот сколько у вас было людей, которые принимали это решение? Четыре человека. А потом, соответственно, вы как-то уже обрастали. Из этих четырех человек в жизни редакции работали только двое. То есть мы просто сели, договорились, что мы будем работать, начнем. И вот вдвоем мы начали этот процесс. Сначала нас было 20, сейчас мы около 100 человек нашу редакцию составлять. А как у вас процесс организован? Так же, как в каких-то традиционных СМИ? Там, вот, условно говоря, есть Ньюсру, там, корреспонденты, редакторы? Или как-то по-другому теперь это делается? Естественно, вы знаете, многие специалисты, Аня скажет, что оффлайн-СМИ и онлайн-СМИ, они отличаются в корне. Есть ТВ, есть радио, они отличаются. Но, естественно, база, она одинаковая. То есть формирование, она тоже происходит одинаково. Там уже зависит от названия, хоть что называют человека, редактором отдела, или шеф-редактором, или руководителем отдела. Но эти люди приходят физически в офис, или все работают из дома на удаленке? В нашем случае все приходят в офис, но кто-то практикует аутсорс, естественно. Давайте теперь разберемся, что касается нашей конкурентоспособности вообще в мире. А к вам за границей кто-нибудь приезжает на форум? Да, конечно, это не только российское событие, но и международное. Вообще, в принципе, если говорить о российском медиарынке, ведь мы очень многое черпаем, соответственно, у коллег из Китая, коллег из Европы, из Америки. И вот в последнее время тенденция, раньше это была Америка часто, вот тренды американские, в последнее время весь мир смотрит в сторону Китая. Это интересно, естественно, и на форуме представлены не только как коллеги-участники, есть много стендов и китайских компаний. А что такого интересного китайцы изобрели, что потеснили даже Америку? Хотела сказать велосипед. Но они на самом деле, вот если говорить именно о медиабизнесе, посмотрим, это немножко забегая вперед, то, наверное, этот год, это год работы на молодую аудиторию. И вот китайцы, то есть вообще в России, да, есть одна большая проблема по работе с молодой аудиторией, где ее брать, да, потому что все-таки медиа, это история про 30+. И, собственно, китайцы, да, вот тренд, там, ТикТок с молодой аудиторией сейчас начинаются, скажем так, только вот на старте захвата российского рынка. И, как мы знаем, да, уже сегодня ТикТок является площадкой, да, одним из скачиваемых приложений, такой платформой, да. И вот я думаю, что следующий год, так забегая вперед, медиа так или иначе как-то будут присматриваться и идти и на эти площадки. Потому что до молодой аудитории, по большому счету, через медиа достучаться достаточно тяжело именно на своей площадке сайта. То есть это должны быть либо там соцсети, да, либо месседжи, то есть то, где обитает молодая аудитория. И медиа сегодня приходится распространяться и делать свой контент отдельно вот в связи с этой многоканальностью. Так, а вот вы тогда расскажите, пожалуйста, вот есть Фейсбук, да, крупнейшая площадка мировая, есть Твиттер, скажем, есть Инстаграм. А что, как еще туда можно вклиниться? То есть что можно изобрести такого, чего уже нет? Смотрите, что касается медиа, вот именно российских, наверное, к сожалению, к счастью, у нас сложился такой тренд за последние несколько лет, что площадки именно соцсети, да, там, месседжеры и так далее рассматривали как дополнительную историю, да, к основному сайту. Все поменялось где-то в середине 2017 года. Вообще медиа-бизнес очень серьезно поменялся, когда все крупные гиганты, да, площадки начали перетягивать одеяло на себя. И в соцсетях и в месседжерах осталось не только анонсирование, да, контента, и человек переходил читать на сайт. А, соответственно, соцсети и другие корпорации, да, захотели, чтобы медиа читали внутри. И вот здесь случился переломный момент, и уже цифра на счетчике посетителей медиа – это не залог успешного бизнеса, а появился тот самый термин «охват». И медиа приходилось на лету перестраиваться и начинать писать контент под определенные каналы. То есть уже Facebook воспринимать не как площадку, где мы анонсируем свой контент, а уже делать для Facebook полноценную контентную историю. То есть это Instant Articles, да, которые появились в Facebook, это редактор полного текста, который появился ВКонтакте. И, собственно, да, мы знаем все, и в мессенджерах так или иначе присутствует медийная история. То есть все, что захватывает вот ту аудиторию, которая не хочет уходить со своей площадки, да, дает такой толчок, да, и изменения в медиа-бизнесе. Потому что медиа становится тяжелее, потому что человек, если читает в Facebook, ты уже должен по-другому его монетизировать. Ну вот если так... Да, вот музей, расскажите теперь, пожалуйста, ваш взгляд, да, сайт, ваш сайт или социальные сети, что главное, или там, мессенджеры? Нет, по поводу данного вопроса я скажу, что это два автономных организма, на мой взгляд. Это социальные сети, это доступ к интимной зоне человека, когда ты можешь донести свою информацию. Нашу серьезную тематику мы можем донести до молодежи через социальные сети в другом формате. Есть опыт уже наших коллег, которые уже делают в таком формате работы, доносят серьезную информацию до молодежи через социальные сети. Поэтому это два автономных организма, которые могут работать независимо от друга. Получается, да, как раз редакция должна перестроиться и условно не только писать на сайт, но делать под каждый канал свой контент. Есть очень много примеров, как это выстреливает, как это монетизируется. И вот как раз на коне, если говорить с точки зрения медиабизнеса, те СМИ, которые умеют вот на лету трансформироваться и перестраивать работу редакции. Ну а я напомню всем нашим слушателям и зрителям тоже, что для вас по-прежнему работает открытая студия «Радио 1» в доме правительства Московской области. Здравствуйте. Я Виталий Млечин. Сегодня мы обсуждаем СМИ, средства массовой информации, журналистику в новом ее развитии с генеральным директором СМИ-2 Анной Ивановой и издателем «Ньюс.ру» Мусейбом Оликперовым. То есть получается, что одну и ту же новость нужно написать в нескольких видах для разных площадок? Да, совершенно верно. И я вам скажу больше, поскольку я представитель все-таки не медиа-агрегатора, но это околомедийный бизнес. И мы сегодня активно идем и в соцсети, и в мессенджеры. И, соответственно, несмотря на то, что мы агрегатора не производим контент, его агрегируем и выдаем в реал-тайме для читателя, мы тоже делаем собственные отбивки и анонсирования под каждый канал. Без этого не выжить. То есть это получается отдельная работа. Я хотел бы добавить, коллеги, что даже на рынке труда СММщики, именно связанные со СМИ, это штучные люди, которых достать на рынке очень сложно. Можно сказать, что Россия делает первые шаги, даже в таком регионе, как Москва, найти специалиста, СММщика, работающего в СМИ или связанного со СМИ, понимающего эту структуру, очень сложно. Да, это действительно так. И как раз это связано с тем, что под канал нужно не только писать контент, нужно еще уметь иметь другие скиллы, как таргетирование и умение находить своего читателя в каждой соцсети. А получается, этому не учат нигде? Это с опытом только может прийти? Вы знаете, учат, но дело в том, что я сейчас скажу такую банальную вещь, которую я всегда повторяю на всех конференциях. Наш рынок так быстро трансформируется, что пока ты получишь диплом, реальность уже поменяется. То есть, например, я не знаю, когда мы составляем, я сейчас как генеральный директор скажу, годовые планы, бюджетирование, смотрим, какие каналы как зарабатывают, ну вот всю линейку бизнеса смотрим, да, вот если раньше мы могли планировать на год, то сейчас даже квартальное планирование можно вот смять, положить в мусорку. Потому что каждый день, каждый там канал может изменить условия, каждый день меняются условия, там работы с партнерами, меняется реальность. То есть, вот сейчас там пришел ТикТок, недавно говорила, и не факт, что там через 6 месяцев огромный кусок там рекламного бюджета уйдет туда, и ты должен успевать подстраиваться под эту реальность. Вот, а по поводу обучения есть совершенно прекрасные истории и уже для профессионалов. Вот мы тоже в них участвуем, там совсем недавно Адиндекс делал интересную историю по как раз обучению профессионалов уже сложившихся. То есть, это истории реально, которые рождаются на лету. Вот интернет сегодня такой. Что касается сотрудников, вы кому отдаете это почтение? Это молодые люди или уже опытные? Опыт показывает, что в нашем случае, так как мы молодое издание, в нашем случае подходят исключительно молодые специалисты. Есть, конечно, у нас взрослые, потому что законодательство нас просят, по-другому никак. А в данный, но, естественно, предпочтение молодым, потому что более активные, более, именно под наш формат подходят молодые специалисты. Насколько молодые, скажем, выпускника без опыта возьмете? Я как раз хотела спросить. Насколько молодые? Да, вот выпускника без опыта работы возьмете к себе в редакцию? В нашем случае нет, к сожалению. Дело в том, что, так как мы являемся стартапом, и у нас нет возможности, у нас не выстроена та шестеренка, тот механизм, к которому можно встраиваться молодому специалисту. Мы брали только лучших специалистов, но молодых, с небольшим опытом, но имеющий уже опыт в этой сфере. Поэтому они молодые, но не студенты. Вот разница. То есть все-таки опыт должен быть? Небольшой, да. Понятно. Теперь, что касается цель целевой вашей аудитории. Вы как-то вообще, ну, наверное, думали об этом, но когда речь идет об интернет-проекте, как вообще понять, кто тебя будет читать, для кого это? — Определить сразу читателя невозможно. Можно выстроить стратегию, при которой можно, в теории можно привлечь ту или иную аудиторию. Интернет настолько разнообразен, что читатель сам ищет то, что ему интересно. Изначально, когда мы начинали, наш возраст наших читателей превышал 50 лет. Сейчас они намного моложе. Охватывать совсем молодую аудиторию, там, 18+, намного сложнее, чем более взрослая аудитория. — Ну, тут ты как раз в роли догоняющего. То есть ты делаешь продукт, ты смотришь, анализируешь и уже понимаешь, что, ага, у тебя вот 30-35, у тебя маловато. Давай подумаем, что можно сделать с контентом для того, чтобы привлечь аудиторию. А достаточно ли там развит у нас тот канал, где можно взять ту или иную аудиторию? — Как раз-таки социальные сети, они помогают в этом направлении привлекать более молодую аудиторию. — Что можно сделать для того, чтобы привлечь другую аудиторию, другую возрастную группу, что ли? Какие тут есть ходы? — Прежде всего, нужно следовать трендам, которые молодежь, к которой стремится. Вы знаете, что музыкальная серия доминирует сейчас, это рэп. — А то есть вы рэп-баттлы устраиваете? — Нет. — Возможно, в любом направлении. Нужно понять, что любит молодежь, что они хотят. — Да, про контент, а я, может быть, чуть-чуть дополню про форматы, потому что мы прекрасно знаем. Вот я могу там на примере, допустим, конкретной компании, да, вот «Пикник» рассказывал на одном из отраслевых мероприятий, как они привлекают аудиторию с 16-20, да. Вот есть четкие каналы, там есть YouTube, там есть Instagram, есть ВКонтакте, соответственно, есть TikTok. Вот это четыре канала, где концентрируется молодая аудитория. И что важно, мы должны смотреть те форматы, которые потребляет молодая аудитория, потому что молодая аудитория сегодня, я думаю, все, мы, наверное, это заметили, пользуется голосовыми сообщениями. Это мы привыкли набирать текст, потому что нам потом нужно что-то посмотреть, быстренько мы раз зашли в мессенджер. Нет, когда там я условно смотрю переписку своего 15-летнего сына, это вот такая кнопка play и просто вот, значит, звук. Потом молодежь не очень редко публикует посты, они пользуются форматом stories. Для них, они живут в моменте. Для них важно вот здесь и сейчас понять, да, stories — это 24 часа, то есть через 24 часа у них уже новый тренд. И вот для того, чтобы привлекать аудиторию, надо обращать не только внимание на контент, но и на формат потребления, что важно. И там в связи с этим, да, мы как бизнес тоже постоянно делаем некие новые форматы, которые повторяют ту механику потребления возрастной группы. А как вы следите вообще за этим? Как можно понять, что нравится, скажем, это опять же вашему 15-летнему сыну, да, но все-таки разница в возрасте, разница в каких-то увлечениях, вообще в стиле жизни? Как за этим уследить? Ну, во-первых, как уследить сейчас? Эротехнологии, поэтому любая история, да, любые метрики, они абсолютно доступны. Там у каждого СМИ есть набор метрик, на которые они ориентируются. Есть совершенно там прекрасные статистики Google Analytics, Яндекс.Метрик, Live Internet, условно, да. Любое действие, любую поведенческую модель можно посмотреть в этой статистике. То есть, условно, ты пробуешь какой-то новый формат, заглядываешь в статистику и смотришь, какой у тебя там, типа, тепловой карте поведение пользователя. Ты видишь, ага, ушел, или наоборот, залип. Вот как раз история с ТикТоком – это залип. Почему молодежь, да, вот им нравится этот формат видео, вот они листают и на три часа ушли туда, да. Значит, мы должны у себя на площадке дать им что-то, что будет повторять эту механику, повторять суть. И при этом контентно должно быть наполнено поинтересам. Тут уже вот то, что сказал Мусейб, там рэп, не рэп. Здесь уже смотрим, какие тренды у молодежи. А вы на форуме еще обещали обсудить мифы российского интернета. Понятно, что не раскрывая всех секретов, но может быть парочку мифов таких, которые вы собираетесь развеять. Кстати, я так анонсирую, потому что я понимаю, что вам хочется инсайдов. Ну вот, собственно, присутствие Мусейб здесь как раз один из мифов о том, что сегодня нельзя делать стартап в медиабизнесе. И я просто хочу проанонсировать немножечко, кто будет, и сразу будет понятно, какие могут быть здесь интересные вещи. Мы пригласили, во-первых, самых крупных у нас и интересных спикеров. Это интерфакс, коммерсант профессионалов. Мы пригласили Мусейб как человека, который сделал успешный, обалденный стартап. И, соответственно, мы сюда же посадили двух представителей, значит, государственной власти. У нас будут Госдума и Генеральная прокуратура. Это интересно, как они, какие здесь будут мифы. Я так немножечко... Да, также у нас будет телеканал ТНТ и, соответственно, еще представители радио. То есть у нас получается, что мы за это небольшое время должны охватить весь спектр и, соответственно, мифы будут о том, о самом актуальном, о чем говорит отрасль. Я так... А, кстати, с традиционными СМИ какое-то взаимодействие у вас существует или вы как-то сами по себе, вот вы сами свою дорогу определяете, свой путь? Наш путь и нашим ближайшим конкурентом являемся мы сами себе. То есть поставить такую цель для себя, мы как раз-таки, это является одним из ключевых факторов нашего успеха. Нашим единственным и первым конкурентом являемся мы сами себе. Мы в прошлом месяце. То есть мы должны стать лучше, чем в прошлом месяце. А вот, может быть, это как раз и формула успеха стартапа. Когда ты за кем-то гонишься, у тебя постоянно возникает комплекс неполно. Да, и когда-то в один момент мы обнаружили вокруг себя каких-то топовых СМИ, ребята, а мы здесь, да. Вроде мы сами с собой конкурировали, а уже мы здесь, да. Но я как раз помню, когда я открыла медиалогию и увидела Ньюсру, я так, опа. Ребята просто ворвались. Это говорит о качестве контента, конечно, когда людей цитируют. Ну, любой бизнес — это все-таки, в первую очередь, про зарабатывание денег. Как сейчас можно выстроить успешное свое дело именно в СМИ? То есть на чем сейчас, на рекламе до сих пор зарабатывают или на чем-то другом? Я могу сказать, что, конечно, все очень сильно изменилось. Последние 2-3 года не зря темой ключевых отраслевых площадок было. СМИ — это жизнь или выживание, там, и так далее. Вот такие лейтмотивы, как бы лейтмотивы, да, последние 3 года не проносилось. Потому что раньше медиабизнес был понятен. Вот есть две составляющие. Есть сила бренда. Когда у тебя есть сила бренда, ты влиятелен, да, ты уже можешь привлекать рекламодателя. Была, значит, медийная реклама и остаточная монетизация, там, в виде, там, не знаю, Гугла или Яндекса. Неважно. И все было достаточно прозрачно. Вот теперь все поменялось настолько, что каждая СМИ — это практически уникальная бизнес-модель. Почему? Потому что медик падает, баннер 240 на 400 уже никому не интересен, и программатик появился, да, интеллектуальные закупки. И здесь, естественно, поскольку это технология, то это сбивает ценность, цену для СМИ, да, и остаточная монетизация у многих просто резко стала основной, а на эти деньги СМИ прожить не может. Поэтому для того, чтобы не там выживать, а жить, нужно делать продукты, нужно быть больше, чем СМИ. Нужно уметь делать спецпроекты, нативную рекламу, уметь делать какие-то коллаборации. Не зря вот последний год очень много таких прям вот шикарных кейсов по тому, что СМИ делает не совсем в своей отрасли. Там, например, организуют конференции по профильным изданиям, зарабатывают на этом деньги, пишут книги, организуют какие-то ивенты. И я могу сказать, что нас это тоже коснулось, мы тоже на лету, там, вот, например, в прошлом году перестроили свою бизнес-модель, там, сделали новые форматы, начали больше работать со какими-то интересными, там, не знаю, тестами, опросами, данными. То есть совершенно новые источники заработка. То есть все больше и больше приходится на себя брать, чтобы выжить в этом мире. Да, при этом я прям даже могу СМИ дать огромный совет, я всегда об этом говорю, что, ребята, контент все равно во голове угла. Если ты производишь качественный контент, если ты там условно в дополнение можешь этот контент таргетировать и самостоятельно забирать бюджет на закупку в том же Фейсбуке, а не это делает там не СММ-агентство, ты уже себе еще кусок денег приносишь. Вот, то есть для того, чтобы выжить, нужно знать свои стороны, нужно любить свой продукт, не нужно бежать, смотреть, там, сейчас я поставлю еще 7 блоков программатика, это не поможет. То есть нужно вот все концентрировать вокруг контента и продукта. У нас совсем мало времени, минутка буквально. Давайте попробуем дать прогноз. Российский интернет, вообще вот эта вся сфера, там, через год, через 5 лет, может быть, даже через 10, по 30 секунд, какие они будут? Я могу сказать только одно хорошее слово. Прогнозы будут радужные. Мы будем как страна развиваться. Недаром, там, я не знаю, ближайший год объявлен и государством, годом цифровизации. Вкладывается огромное количество денег в цифровизацию страны. Это на самом деле помогает сильно и медиабизнесу. Все процессы становятся более технологичными и простыми. И я думаю, что мы будем только идти вперед, придумывать что-то новое. Это будет происходить так быстро, что мы не будем успевать садиться и это обсуждать. Как вы думаете? Я думаю, что я согласен со своей коллегой Аней. Хочу сказать, что действительно интернет непредсказуем. И непредсказуем, и то, что было, и те люди, которые, может быть, 5 лет тому назад предсказывали какие-то факторы, которые должны были поменяться. Они уже давно поменялись. И нельзя делать такие прогнозы на такие длительные сроки. Я думаю, что могу точно сказать, что через год, через два этот рынок уже совсем будет изменен, будет изменяться. Так же, как думаю, что появятся специалисты, которые сделают революцию в этой сфере. Это как в свое время Стив Джобс вошел в этот мир айфоном. Я думаю, что в этой сфере нас лежит тоже самое. Давайте тогда прогнозируем только до 18-го, что 18-го мы все увидимся на самой лучшей площадке на российском интернет-корубе. Я просто должен еще задать этот вопрос. Если этот новый Стив Джобс появится в Московской области, то что бы он мог использовать? Какое может быть конкурентное преимущество нашего региона? Ух ты! Прям вопрос с подковыркой. Я думаю, что Московская область настолько хорошо развита и все в порядке, что уже сейчас в Московской области много таких Стив Джобсов. А что касается, что могут изобрести, я даже не предполагаю. В общем, в любом случае, когда это произойдет, мы обязательно встретимся и обсудим. Мы обязательно придем сюда, к вам. Спасибо вам большое. В гостях открытой студии «Радио 1» Дома правительства Московской области были генеральный директор СМИ-2 Анна Иванова, издатель «Ньюс.ру», Мусей Поликперов. Я Виталий Млечин. До встречи.